Раз, два, три, четыре, пять, раз, два, три, четыре, пять Вышел Зайка погулять О, как О, как О, как О, как О, как О, как О, видите, как я его выкрутил Выкрутил я таки его Зачем я эту штуку выключаю? Эту штуку я выключаю для того Для того, что если звук не пойдет отсюда То я его возьму хотя бы отсюда Ну что, моя Моя первоочередная задача Я себе такую задачу поставил Это закончить годовой цикл святых Примет И у меня остался январь То есть январь я сделал Вначале несколько по-другому Пока Нащупал тему Вот пока я его нащупал Я туда ввел календарь Святых То есть что они, как они За счет чего Почему мы их вообще вспоминаем Чем они отличились Ну и заодно я Почитал Некоторые ваши отзывы И сразу же хочу по ним Сделать кое-какие замечания Интересно, может я Этот самый Вставил не туда Микрофон Потому что Ничего нету Ничего нету Плохо, что уже Видишь не так, как хотелось бы Сидим красиво Итак Я решил посмотреть Что вы мне пишите Сообщение Сегодня второе Вот кратенько Так С Новым годом С Новым годом Благодарю Я вас поздравил Так Что у меня Угу Елена Круглова пишет Нравится, что все темы Вы раскрываете с глубиной Что происходит Как, почему И что надо делать Много Изучили Большой багаж знаний И Способность Доходчиво Изложить Уважаю Вы знаете Прежде всего Я хочу Сам разобраться А для того Чтобы самому Разобраться И знаете Одно дело Разобраться Другое дело Применять Я разбираюсь С целью Применения К самому К себе Это очень важно Для того Чтобы это Произошло Надо все Тщательно Изучить Надо все Тщательно Понять Вот тогда И будет Толк В противном Случае Ага Там Рецепт То Пято Десято Принимаем Не принимаем Нет Такой подход Лично Меня Не удовлетворяет Если вас Удовлетворяет Пожалуйста Смотрите Там Рецептик Залили Попили А если Что-то Такое Получается То Не то Или Или Не так То Вы тут Уже Плаваете Знаете Так Не просто Плаваете Барахтаетесь И тонете Так Значит Наталья Баравик У меня Вопросы Есть Различные Места Город Кладбище Разные Места Есть Вероятность Подцепить Там Полевых Паразитов Как Этого Избежать Спать Под Музыку Телевизора Слушала Что Нежелательно Как Искоренить Эту Привычку Кстати Под телевизор Интересно Очень Хорошо Спица Действительно Подмечена Можно Нежели Своей Силой Силой Воли Изгонять Подавлять У меня Полевых Паразитов А Подавлять У себя Полевых Паразитов Ведь Хозяева Мы Вот Именно Хозяева Там Мы Но Из-за Того Что Мы Такие Хозяева Что Напускали В свой Дом Кучу Всевозможного Хлама Который Начинает Паразитироваться На нас Они Лишь Гости Которые Надо Выгнать Понятно Есть Посты Молитва Надо Вести Нравственный Образ Жизни Еще Вопрос Если Человек Излишне Весел Что Тоже Ненормально Но Например И Еще Вопрос Если Человек Излишне Весел Что Тоже Ненормально Но Например Как Зевание Под Вечер Выходит Выходит Через Рот Написано Не Совсем По Русски Все Какие-то Фразы Нет Продолжения Выходит Через Рот Если В сотках Пространство Уровни Тут Еще И Компьютер Подправлял Со Своей Стороны Уровни Когда Граница Миров Тонки Через Их Проход Разные Существа Да Не Надо Говорить О том Что Тонкие Миры Кто-то Там Из Нас Вернее Кто-то Там Пришел Из Тонких Миров К нам В наш Толстый И так Далее Я бы Так Сказал Забудьте Об этом Здесь Своего Так Сказать Дерьма Полным Полно Под Завязку И Вообще Там Из Других Миров Там Приходить Там Мы Не Будем Даже Даваться В Иные Миры Это В основном Могут Приходить Из Иных Миров Только Те Кто Бум Говорит Уже Отошел Тот Тот Мир Кстати Вообще Это Интересный Вопрос В тот Мир Отошел Я думаю Просто Она Просто Мы Неправильно Понимаем Что Многомерности Какие-то Там Попридумывали Мерность Я думаю Одна И та Же Просто Из-за Того Что Ну Допустим Душа Умершего Человека Стала Невидимой Из-за Того Что Чистоты Которые Фиксируют Наш Глаз Не Могут Их Взять Потому Что Они Совершенно Иные Мир Это Огромное Количество Разных Там Частот На Которых Существуют Те Или Иные Там Сущности В то же Время И мы У нас Есть Грубое Физическое Тело У нас Есть Более Тонкие Тела Более Тонкие Тела То есть Вибрации Все Более Более Тонкие Которые Составляют Нашу Сущность Вот Правильно Как Сказать И они Естественно Имеются Везде То есть Они На всех Этих Имеются Но Вот для Того Чтобы Их Увидеть У У нас Хватает Нехватает Будем Говорить Наших Инструментов У нас Они Слишком Грубые То есть Это Как Знаете Вот Как Микроскоп Вот Микроскоп Он Разглядывает Там Бактерии А допустим Более Эти Самые Мелкие Какие-то Предметы Образования Он Не Видит И он Не Видит Из-за Того Что У Него Не Хватает Разрешения Делаем Разрешение Увеличение Больше 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 И мы Начинаем Видеть Все Естественно Еще Точно Так же И И мы Должны Ну Как Не Должны Точно Так же И мы Просто Не Видим Они Присутствуют Присутствуют Куда Им там Деваться В какое-то Измерение В то Измерение Все Измерение Еще Там Какое-то Просто Они Более Более Такие Для Нас Незаметные Вот Что Важно И Теперь О Этих Полевых Существах Мы Их Сами Привлекаем То Есть У Нас Есть В данной Жизни Возможность Существовать От Самых Тонких Уровней До Физического Плана То Мы Как Б Задействуем Все Уровни Вот Эти Вот Тонкие Полутонкие Полутолстые И Физические Все Задействуем А у Тех Существ Нету И Вот Имеется ряд Таких Существ Которые Бы Вот Например Как Вирусы У них Там Ничего Нету Но Вот Они Внедряются В клетку И Начинают Использовать Клетку Для Своего Этого Дальше Размножения Точно Так же Они Они Пытаются Не Имея Вот Этих Вот Более Грубых Тел Они Пытаются Внедриться В нас Для того Чтобы Использовать Нас Как Своего Рода Инкубатор Для Производства Своих Этих Клонов Там Или Нужным Им Дел Или Там Просто Попитаться Там Нами Всякое Там Может Быть Поэтому Одно Дело Смотрите Паститься Другое Дело Там Молиться Вот Это Уже Такие Вещи Которые Можно Сказать Пожарные Вещи Когда Вы Уже Нахватались И Видите Они У вас Начали Уже Душить Как Просто На У нас Имеются Паразиты Вот Допустим Если Так Грубо Сказать Вот Это Паразит Малярии Имеется Там В крови Небольшое Какое-то Количество Мы Его Не Чувствуем Но Как Только Его Стало Огромное Количество То Он Разрушил Нашу Круг Сразу Возникает Температура Организм Начинает Бороться Надо Что-то Делать Надо Спасаться Или Он Сожрет Нас Вот В чем Задача Так Поэтому Пока Там Что-то С малым Таким Творится Мы их Не замечаем А когда Они Начинают Нами Управлять Тогда Мы Хватаемся Так Вот Конечно Там И Голодание И Пост И Значит Воздержание И Молитва И Ряд Ряд Других Вещей Способств Вот Это Пожарные Меры Важно Я Как раз Ходил И вам Рассказывал На Вот Эту Духовность Поднимаем Вибрации Буквально Так И Все Рассказал Нужен Самоконтроль За Работой Вашего Ума Что Он Там Делает Без Вас Что Что Это Как бы Сказать Орган Чувств Вот У нас Есть Органы Чувств Такие А Ум Является Органом Чувства Который Вот Это Все Синтезирует И Уже Выдает В виде Какого То Решения Мы Видим То-то 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 Понимаем Какие-то Там Действия И так Далее Но Он Начинает Там Потом Бродить По Собственному И Вот Это Брождение По Собственному Плюс Если Есть Какое-то Подселение Внедрение То Это Сразу Наш Ум Как Инструмент Управляющий Нашим Телом Нашим Сознанием Он Начинает Работать Совершенно По Другому И Наша Задача Засечь Эти Ненормальности В самом Зачатке И Вот Как только Мы Засекем В самом Зачатке И Начнем С этим Работать Не Потакать Этому А Работать Над Этим Как Я Вам Сказал Одно Плохое Слово Вы Произнесли Допустим Вот Это Слово Худеть Которое Тянет Весь Шлейф Всего Не только Телесного Но и Нравственного И материального И духовного И по Судьбе И И И И по Деньгам И И по Всему Оно Тянет Понимаете Вот На это Слово Вы отвечаете Трижды Богатство 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 А А сейчас У меня Мурашки пошли То есть Я вошел В поток Я уже Погнал В этом Деле Понимаете Что значит Вот Когда вы Входите В нужное Состояние Вам Как правило Дают Понять Что вы Вошли В это По Определенным Ощущениям Например Мурашки Побежали Какая-то Ясность Наступать Вы Начинаете В конце концов Говорить Без всякого Заикания И сбоя Как я До этого Говорил Видите Все это Нужную Волну Искал А когда Она найдена Вы уже Чешете И все Еще больше Мурашки Побежали Вот Поэтому Вы ловите Ловите Вот Эти Вот Вирусы Компьютер Опять-таки Нам показывает Программа Работает Видите Все нормально Потом Она начинает Дребезжать И так далее Вирусы Начинают Делать Своё дело Только Они начали Что-то Там Это Вы уже Сразу Включаете Свой Антивирус И пошли Только По реестрам По всем По всем По всем То есть В этом Заключается Работа Над собой И Вы тогда Будете Хозяином То есть Хозяином В этой Компьютере Является МакОс Программа В данном Случае Кто там Каталина И она Все Контролирует Так точно И у нас Дух Через душу должен все контролировать. А когда мы душу свою отдали, вот что уже удалось, то никакого контроля нету. И получается, что кто угодно. Не надо там ни на кладбище ходить, не надо еще куда-то там ходить. Важно, важно просто подумать. Подумать, знаете, что я вот того бы так поимел бы, или так поимел, на том бы нагрел, на это. То есть, вот пустить ум по этому извращенному пути, и все, и к нему сразу же подтянутся. То есть, мы работаем как излучатели. Что мы с вами излучаем, какие вибрации от нас идут, такие же, будем говорить, вибрации, сущности, вибрации там разных дел, вибрации разных поступков, вибрации разных побуждений, к нам начинают и притягиваться. И мы становимся вот проводником всего этого. Вот в чем дело заключается. Ах, как я стал говорить. Видите, что значит войти в поток? Без сбоев, без заиканий. Чешешь напрямую. Вот я все оставлю, как она есть. Поэтому, все заключается в том, чтобы вы, ну, по мере возможностей, контролировали сами себя, свой собственный ум. Почему я еще читаю различные вот «Жития святых»? Там очень интересно рассказано. Например, там бес соблазнил, или дьявол соблазнил Петра Столпника, чтобы он там взошел на какую-то там колесницу или еще что-то там такое, и в небо унесся. То есть он его соблазнил. Он, значит, вступил на эту колесницу, чтобы туда, а потом так про себя, так, перед тем, как это, скажу-ка я молитву, перекрещу себя знамением. Раз, перекрестил, эта колесница исчезла. И он понял, как хотел его этот обмануть. И он тогда, та нога, которая ступила на эту колесницу, так вот он, он ее наказывал тем, что там больше на ней стоял. Но наша задача не наказывать, наша задача понять. Прежде всего мы должны работать понятием. Самый большой инструмент, который нам дал Господь, который у нас есть, это наш ум, это наше сознание, которое должно работать и которое должно контролировать, понимаете? Контролировать программу, биос, что в ней происходит, есть ли в ней сбои, почему они возникают, как их устранить. Устраняем. Вот что. Я надеюсь, понятно было. Разные существа. Так, исцели сам себя, Петрович, мы вас любим, обнимаем вас. Вы такой умный и мудрый, вы заряжаете оптимизмом и вдохновляете. Вот когда вы входите в поток, к вам присоединяется, вот действительно, не просто информация, а она обрастает энергией, и вот это вот все, начинаете, значит, структурировать пространство вокруг вас, и вы это чувствуете. И это очень хорошо. С Новым Годом и с Новым Десятилетием. Будьте здоровы и счастливы. Благодарю. Буду здоровы и счастливы. И вот когда вы работаете вообще со словом, с понятием, вот такие вещи, ну, тут просто сказано, будьте здоровы, будьте. Вот когда вы себе говорите, у меня будет все хорошо, это когда-то будет. А надо говорить, сейчас, здесь и сейчас, у меня все хорошо, все хорошо, уже все хорошо, это подразумевает, что оно хорошо здесь и сейчас. То есть в духовном плане информация, посыл, слова и мысли играют очень большое значение. Это ваши инструменты, с помощью которых вы совершенствуете. С. Если вы это все правильно делаете, значит, будет отличный результат. Если же неправильно, вот так вот что-то и пойдет ни туда, ни сюда, ни в то, ни в все. Так, вот смотрите, теперь опять с позиции того, что я вам говорил. Людмила, вы правы, это напутствие самому себе, вы правы, время – это самый важный ресурс. У нас у каждого есть 24 часа в сутки. Время служит тем, кто рационально его использует, и никогда не служит тем, кто его убивает. Вот эти вот, как казалось бы, слово такое, только раз, не надо его использовать, потому что вот это слово начинает притягивать совершенно иные обстоятельства, иные силы задействуют. Лучше бы сказать, кто его там напрасно тратит. Вот так вот, то есть мягче. Очень важно вот это вот говорить. Есть слова, которые имеют очень сильное воздействие на вас, на ваше здоровье, на вашу судьбу, на все ваше существо. Поэтому их надо произносить только в тех случаях, когда вот это именно должно быть произнесено. А не просто вот так вот мы там материмся, не зная, а что это обозначает на самом деле. Так, галерея Сталифигора, Алекс Гиф, эти персонажи Голливуда, они наши, зачем их показывать? Дело в том, что это мой канал, понимаете, и я рассказываю о своей жизни. Это не канал, который именно направлен на то, чтобы вот только здоровый образ жизни. Это какая-то часть моя, которую я вот излагаю там для себя, если понравится вам. А я вот, видите, там занимаюсь, это тоже не совсем правильно заниматься, слишком тяжело там с тяжестями, ходить на какие-то там рекорды, от которых можно получить там травмы. Это вообще-то опасное такое дело. И я многим чем занимаюсь, и в этом я весь. И я даже не хочу, чтобы вы меня приняли как-то однобоко. хотя вот так вот получается. Каждый человек это вселенная со своими прибамбасами и прочими вещами положительными и отрицательными. Поэтому я это не скрываю. Я вам показываю на своем собственном примере, как я со всем этим работаю. Я уже не буду начинать, что я вот в Каменске Шахтинском родился. вот кто там с Каменска Шахтинска стал там допустим работать на первом канале там к примеру. Ну к примеру так вот. Возможно этот пример не совсем правильный, правильный, но вот во всей вот этой вот многогранности, во всей этой динамики, которую я вам показываю за дня там в день, я вот рассказываю вам о себе, о своем собственном мире, и где-то он созвучен вашему, и это вам доставляет там удовольствие, где-то это составляет, даже действует оздоравливающе, и в других планах положительно. А что-то, что-то, вот я посетил этот музейш. А если так сказать, а почему я его посетил? Да потому что мы болтались по Праге, я, жена и дочка. Им было интересно зайти по каким-то бутикам пройтись. Мне это совершенно не интересовало. И поэтому я пошел на эту галерею. Возможно я на нее тоже не пошел. выбор между галереей и бутиками, вот я, у меня чаша весов перевесила на галерею. Если так вот, понимаете, мы много не знаем, почему человек так вот сделал, почему человек так поступил, а тут оказывается вот такие простые вещи, идти туда или идти сюда. И получается действительно время тратить на то, что вообще не надо, либо на это. Тут какие-то герои. И вы заметили, я больше наблюдал не за героями, а за людьми, которые вот с этими героями носились. Залазили в машину, садились там на них, брали мечи там, молотки. Даже я взял молоток. Так, утро сюда, завтрак здорово. Так, Елена Круглова Ваши беседы на прогулках вправляют мне мозги. Жду продолжения в новом году, но по мере возможностей буду. Так, тут были еще какие-то, какие-то такие, какие-то такие просьбы. Просьбы, просьбы, просьбы. 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 Ну, какие просьбы. Я так прочитал. Куда-то они исчезли. Компьютеры вообще такая вещь. Интересно. То они есть, то они нету. А, это я нажал на колокольчик и мне показали то, что люди написали на предыдущие, а я смотрю только на последние сообщения. Поэтому их здесь и нету. Так вот, что было в предыдущих. Это просили со мной как-то там связаться. И насколько я уже обычно знаю, это все касается там здоровья, какие-то пожарные меры. Что я вам хочу сказать? Я лечением не занимаюсь. Не занимаюсь по той причине, что человек не хочет брать ответственность на себя. И в случае, что там с ним случится, он все будет перелаживать на другого человека, который взялся его лечить и винить. У вас проблема. Решайте ее сами. Я не буду браться за эту проблему. Возможно, я что-то могу подсказать не без того. Но что-то в срочном порядке. Я не люблю никаких срочностей. не люблю. Потому что вот эти срочности возникают из-за того, что человек планомерно, закономерно привел себя к такому результату, который он сейчас имеет. И он не хочет в нем разбираться, а что делать, как вылезти из этой ямы, в которую он попал. Надо было смотреть, куда вы идете, что вы делаете, следить за своей жизнью и много других дел делать для того, чтобы не было никаких срочностей. Вот за что я. Это одно. я лечением не занимаюсь, никаких срочностей я не хочу вот это вот вникать. Я вот живу, излагаю и не хочу вмешиваться вот как-то вашу там жизнь. Не хочу. Вся литература выложена бесплатно, что я написал. Пожалуйста, смотрите, читайте, изучайте, понимаете. Не доводите себе до таких вот каких-то вот жить или не жить там. Это одно. Далее другое, что там прочитал, это насчет опять-таки вот Тадикампа. Пишут там мне так, что вот Тадикамп, он изготовлен на каких-то там ну вроде как супер очищенном керосине и практически там керосина нету, ничего нету и поэтому как вы можете там что-то там советовать про керосин, про его лечение и прочее, прочее. Я написал по керосину целую книжку. а именно что в этой книжке истоки откуда взялось вы знаете я люблю начинать с истоков откуда взялось керосина лечения что оно только с Тодика возникло нет она была давным-давно до Тодика давным-давно на несколько столетий если не тысячелетий люди применяли нефть для лечения вот эти вот то что выходило выхода нефть потом научились средневековье немножко там как-то там очищать там дистиллировать вот появился этот керосин появился там и другие вещи и они применяли его как антибиотик ну скажем так ладно там не будем брать какие-то древние века средневековые ну вот курорт нафталановский курорт где лечат вот этими там нефтяными ваннами там и прочим прочим вот этот термальные источники на которые я езжу и вода которых считается там целебной якобы из-за того что там много кремния а на самом деле вы ее взяли нюхайте она керосинчиком пахнет она отдает вот этой вот нефтью понимаете там вот причем вот эта вот нефть она естественно там не очищена вот то что в недрах имелось она выходит но такая дозировка что вы чувствуете ее и плюс она естественно воздействует и она считается целебной а тут нет вот керосина нет вот вот прежде чем вернее вот бросить даже не мне а к другому человеку какого-то предъяву вы сначала как-то вникнете в вопрос чтобы вы его знали и тогда вы можете конкретно что-то там сказать а так вот сказать что что вот что вот 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 это как раз вот тот молдавский тадикамп который продают и кстати я понюхаю сейчас и в нем там нету керосина но позвольте вы не знаете тодика как как все дело начиналось что он именно узнал что существует народное лечение керосином и он его соединил с грецким орехом с кожурой грецкого ореха и что он в домашних условиях там его очищал когда у него болела спина и он там не мог никак пойти ну это ж бред ну керосин керосином но если вы мне не верите можете купить вот сколько там 1800 стоит может сейчас и побольше и узнать а вот это вот вот это сейчас я вам скажу а это значит тоди кларк который значит выпускают там другие то есть они тут соединили что-то там сейчас я посмотрю значит настойка черного ореха на керосин черный орех соединили понимаете и вот он этот черный орех вот она там наклейка это ну нюхаем ну то же самое понимаете ну то же тот же самый духан и здесь либо люди не разбирающиеся то есть глупые либо же с умыслом для того чтобы вот это вот нет это не то а вот это да вот тут я еще их понимаю ладно я вам рассказал такие своеобразные напутствия дал доброе здоровье все хорошо все хорошо метры меряешь да метры меряешь так так вот